Друзья, я решил снимать короткие видео, на которых отвечаю на ваши вопросы по посадке деревьев. Был задан вопрос в фейсбуке, как делать семенные бомбы. Семенные бомбы это метод фукуока, японского фермера, в которых он выращивал деревья для своей фермы из глиняных шариков или катышков. Вот такие формы, которые они потом со своими последователями разбрасывал по тем местам, где они хотели видеть какую-то более буйную растительность. Сейчас метод стал распространен по всему миру, но у нас еще на постсоветском пространстве не сильно представлен, поэтому я этот пробел заполняю. Что для этого нужно делать? Для этого нужно взять землю, желательно глинистую, желательно, чтобы было хоть какое-то количество органики этой земли, емкость, в которую эту землю нужно поместить. Если земля очень бедная, то нужно добавить гумуса. Биогумус я взял из компостной кучи. Потом, если есть возможность у вас приобрести, то я рекомендую. Мы разработали такой биопрепарат Symbiotics mecorizia. Здесь споры грибов, которые помогают деревьям или другим растениям лучше расти. В общем, по соотношению, вот такой вот биогумусы должно быть примерно 10% глини. Symbiotic, это отруби, ферментированные отруби со спорами грибов, 1%. Дальше вы берете семена. Семена в этом методе используются мелкие и примерно 1% этих семян по отношению к почве. Все это сначала тщательно перемешивайте. Для получения однородной массы, чтобы семена равномерно распределились по поверхности почвы. Дальше вы начинаете, берете воду, желательно отстоянную, не хлорированную. И начинаете замешивать. Замешивайте до такого состояния, чтобы у вас катушки сохраняли форму, но при этом там с них не сочилась вода. В общем, они должны быть такие, не блинчики, а именно то, что форма должна сохраняться. Вот, если они рассыпаются, то добавляйте воды, если они слишком, ну, как бы не держат форму, то добавляйте почву. Вот, дальше вы берете какую-то плоскость и на этой плоскости начинаете их выкладывать, чтобы они не соприкасались друг с другом. Вот, и подсушиваете, ну, в тенечке, ну, в принципе, можно на солнце, ничего страшного. Вот, доводите до состояния, когда у них сохраняется чуть-чуть влажность. Вот, потом желательно, чтобы семена не пересохли. Вот, ну, вот эти вот семена, которые уже подсушены, ну, в такие емкости. Засыпаете, чуть влажные, и закрываете, чтобы они не пересохли. Дальше вы ждете поздняя осенью, либо ранней весной, и начинаете их разбрасывать там, где вы хотите видеть растительность. Значит, где можно сажать? Ну, практически везде. Вдоль дорог, по разным рубкам, по палам. Сейчас, как вы знаете, очень сильно горит планета, нужно ее быстро восстанавливать, если мы хотим жить еще на этой планете. Вот, что можно сажать? Можно сажать деревья, которые, ну, их называют пионерными. Это деревья, которые легче всего адаптируются к изменению кринлимата. Как правило, они зотофиксирующие. То есть, благодаря им растут уже деревья, которые должны расти уже в тени этих деревьев. Это, как правило, у них мелкие семена. Это акации различные, желтые, белые, розовые, глядичья, церсис, боярышники, шелковица, катальпа, павловния, березы, ну, и многое другое. Также обязательно, ну, или желательно распространять луговые травы, помогать пчелам. Знаете, сейчас большая проблема с гибель пчел массовая, из-за применения на полях пестицидов, там, гербицидов от насекомых. Возможно, сотовой связи, это надо еще доказывать. И, то есть, обязательно нужно распространять еще луговые травы. Можно делать смеси, не обязательно моно, какой-то катышек из какого-то одного вида. Можно создавать различные смеси трав, кустарников, деревьев, ну, и разбрасывать везде, где вы посчитаете нужным. Семена можно покупать на рынках. Если нет возможности покупать на рынке, то можно приобрести через наш сайт golyssat.com Всего доброго! Пишите ваши вопросы, я, по возможности, буду стараться сам на них ответить. Всего доброго! До новых встреч!